Добрый день любителей радиоуправляемых моделей Поздравляем Алексея с днем рождения Он сегодня делает для себя подарок Запускает большие самолеты в небо Главная погода подарок сделала Погода замечательная сегодня стоит Ясно, ветер не сильный Так что самое лучшее время В Челнах нас должны встречать Тихонечко едем Поедем объездными дорогами Потому что трассу Илабуга-Ижевск у нас здесь ремонтируют Чтобы не потерять время Как мы и говорили, нам еще надо вернуться обратно И поднять в небо полярис Который мы также отремонтировали Его уже ждут на родине Откуда он у нас прибыл Остановили, загерметизировали Все это вы видели прекрасно на наших уроках В мастерской мы все показывали Ну и сегодня еще везем с собой, конечно же, цесну ДВС Не нашу, а вот которую мы восстанавливали Тоже ее поднимем в небо Посмотрим, как летает Ну и клиенту сделать отчет, что работа выполнена Она восстановлена и готова Дальше радовать своих клиентов Своих зрителей, да И хозяев Кто ее приобрел в свое время Полный с нас набор самолетов Ну еще запустим в небо Су-26 Сегодня уже не темно, светло, погода хорошая Также его поднимем в небо И взяли с собой еще один самолетик Алексей его собирал давно Он уже год за два до начала работы канала Ла-5 легендарный Тоже его поднимем в небо Ну метр двадцать мы его собирать не будем На канале вы тоже его увидите Мы сделаем его метровым Чтобы не отходить от наших пропорций От наших масштабов Не занимал, чтобы много места Не отличался Тоже будет Ну а сегодня как анонс Что должно получиться У нас с вами Про Миг-3 нас тоже спрашивали Миг-3 тоже будет, ребята Но чуть позже Мы просто не успеем До Нового года его собрать Но и в планах у нас его не было Еще раз повторю В планах у нас Як-40 Он будет идти Закончится скорее всего После Нового года этот проект Су-25 Грач Тоже будем собирать Отвечать не ожидается Ближе к Вебрадю И сразу после его Начинаем Ил-4 Ну и самое главное Это сборка Легендарного Военно-транспортного самолета Ил-76 Начнем с маленького Как Як-40 Облетаем его Посмотрим Как он ведется В небе Может что-то надо будет доработать Ну и Соберем для тех Кого конечно нет средств Иметь В наличии Всю электронику Чтоб собрать двухметровый Как видите Сумма немаленькая Набирается На все Чтобы сделать Этот самолет Ближе к оригиналу Ну сделаем маленький Можем в принципе Посмотрим Может сделаем Ретракты механические Маленькие Чтобы убирались Конечно не копейные А просто чисто Чтобы убирались Посмотрим Хотя Ну для теста Он нам Так скажем Не принципиально Нам главное Посмотреть его Летные качества Ну посмотрим ребята Модель будет Ну небольшая Метр двадцать Может быть Метр тридцать И моторчика Будет два Будут стоять Винты Не импеллеры Два винта Поставим Винты можно будет снять И потом Куда Сделать ему Постаментик Небольшой Дома Ну и Такой самолет Конечно Будет радовать Класс И возвращаемся К тому С чего Начинался Наш канал К автомоделизму Начинаем Собирать Тоже Очень знаменитый Трактор Его все знают Это К700 Масштаб Вот у нас Один Десяти Немаленькая Машина Получается Вот Тоже он Начнется В ноябре Ребята Как видите План работы Очень большой Плотный График работы Мы наметили Себе Так скажем Немаленький Ну постараемся Все выполнить Все сделать Конечно Может какие-то Будут Содержки Если не успевать У нас Есть и другие Модели И про малышей Не надо забывать Тоже спрашивали Метательные Самолеты Тоже будут Так что Все интересное Дальше Чем дальше В лес Тем страшнее Смотрите У нас Значит Полный Багажник Самолетов Сегодня У нас Еще будет Встречать Кабдунур Габдулбарович Генерал В отставке Про него Мы тоже Много Рассказывали Сегодня Он приедет Со своими Самолетами Запустит Вместе С нами Поддержит Нас Ну и Самое главное Нам конечно Заехать На площадку Ну Где мы Планировали Говорят Там Поставили Шлагбаум Сейчас Экстрим Парк Сделали Не заехать Ну Посмотрим Ребята Как это Все выйдет Все таки Ан-2 Мы сможем Поднять Где-то С грунтовой Дороги Ничего страшного Там Поровнее Найти Может даже В поле Сам Ан-12 Конечно Для него Нужна Ровная Хорошая Площадка Колеса Маленькие Все таки Ну Посмотрим Загадывать Не будем Как Получится Дорога Ровная Сегодня Машин Не очень Много Нас Где-то Перед Залдашами На границе С Татарстаном Идет Ремонт Дороги Поедем Объездными Путями Сейчас На стоянке Остановились Спросили Как Проехать Где это Идет В той стороне Еще не были Где ремонт Вчера Ребята Ездили Сказали Что целый Час Простояли Но нам Такое Не очень Устраивает Нам Желательно Проехать Побыстрее Поедем Через Завнский Совхоз Техникум Покольными Путями Выйдем На трассу Менделеевск Синабеж Челны И уже Там Попадем На Илабугу Пока Отключаемся Едем Потом Там Уже Ближе К Челнам Еще Раз Выйдем В эфир И Будем Уже Встречать Наших Единомышленников Будем Искать Встречающих Все Ребята До связи Ну Друзья Мы с вами И В Татарстане В сторону Илабу Едем Менделеевск Приехали Сейчас нам Надо будет Подняться На путепровод Нас там Будет Ждать Генерал Погода Сегодня Просто Замечательная Вообще Супер Просто Прямо Прямо Сразу Мы даже На путепровод Наверное Не попадем Сразу Выедем Да Точно Сразу Мы Выезжаем На путепровод Даже Не попадаем С вами И Сейчас На трассе Нас Должен Ждать Габдунур Габдунбарвич Казанская Трасса Ну Вот он Здесь И стоит Все Ребята Ну Дальше Проезжай Дальше Проезжай Вот Тут Все Приехали Мы Сейчас Будем ждать Олега И посмотрим Где у нас Есть Трасса Погода Сегодня Замечательная Просто Супер Как Настрой Ваш аппарат Как Вы На аэродром Расчитывали А аэродром Не работает Ну Не знаю Сейчас Олег Подъеду Подъеду Ну Вот Мы На поле Приехали Алексей Собираю Там Два Габдунур Габдунбарвич Уже В небе Против Ветер Потяжелее Огорится Да Собираю Собираю что-то тучка какая тут нарисовалась ее бы конечно нежелательно сегодня что-то получит по плену, что это не заберется аааа давай, давай колбасе то все и по-детски ну вот ребята сколько понадобилось времени чтобы научиться так летать помню год назад приезжали говорили что как бы научиться ну да тренировки ребята каждодневные летает нормально а если вот иногда бывает так что управление как будто теряется на раз проседает чё может быть думал что аккумулятор сделал да сегодня ветер мы тоже выехали для вашей модели это будет нормально мы выехали очень ветра не было так чуть-чуть тоже здесь же я утром летаю утром хотел набреющим вот эту траву я пропеллерами косилка на ветра нет 5 вот сегодня по плану у нас облетать цесну ла-5 ан-2 и ан-12 нас он стоит сейчас олег подет где он там видел трассу да нам 12 асфальт на поле полетает до полевой транспорт вот давайте я буду участвовать я свою модель мне не жалко мне какую сказать там фонтану и какой надо экстру ночи этого у нас есть су-26 на вопрос давай я к 17-22 какого мне не жалко давай до 120 ничего ничего не больше легко сейчас устроим бутылки упадет а ему ничего не больше этого тоже падали тандарам тандаридам 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 тандари до центровку все сделали сейчас мы его так где поровне это с бугорка может быть сюда его берегитесь и руки колорадо сейчас мы их вас опрыскивать бомб ну что все есть все готово благословить можем даже можем стартовать но вот теперь он летит центровку сделали все никаких клевков никаких нырков винты конечно надо побольше все-таки мотор работает в пол силы тридцать четыре ампера для такого двигателя но правда на шести банках тем не менее это все равно немного ветер ему пофиг до ветер пять метров порыва не до восьми сегодня обещали даже до девяти летает летает замечательно чуть-чуть все таки тяги ему надо будет добавить за счет более крупных винтов но вот это уже машина прошлый раз задней центровкой конечно взлетал легче да и вес на 300 грамм был меньше но сегодня зато идет ровно и нормально управляется ветер конечно сегодня у нас довольно серьезный около земли еще и турбулентность швыряет его немножко около земли да и да и да и да и Давайте сейчас еще немножко проверим закрылки. Первое положение, даже визуально видно, что они вышли, самолет идет устойчиво, бывают некоторые модели которым закрылки противопоказаны, но явно это не про Ан-2, в первом положении все замечательно. Сейчас выйду против ветра, попробуем включить максимальное положение закрылков, максимальный выход и изобразить вертолет, насколько это получится. Конечно, летает без вопросов. Это не флопероны, элероны все равно продолжают работать. Скорость, как видите, заметно уменьшилась, скорость полета. Так что посадка на закрылках будет обеспечена. Пять минут уже летаем, аккумуляторы далеко не свежие, поэтому будем тихонько заруливать на посадку. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Таймер один, время вышло. Так, ветерок, 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 да, чувствуется ветерок. Может, я и сел так. Может, как он себе не склонится. Так. Плохо, что получается разворот на солнце. Машине жалко, не дай бог. Так, ну все-таки пойдем от солнца подальше. И попробуем попасть на дорогу. Хотя, конечно, сдувает. Эй, елы-палы. Вот так. Оно бывает тоже. А я 18-й, это легкий, еле-еле. Вот из-за этого. Так что это не ошибка пилота. Ну что, бывают, конечно, такие неприятности. Все-таки порывистый ветер свое дело сделал, черное. Ну, модель сильно не пострадала. Конечно, опять поднялся капот. Ну, бог с ним, переделаем. Капот не такая большая проблема. Все остальное более-менее целое. Шасси, кстати, сработали на пружинках. Их не погнуло даже. Так что, полет можно считать успешным. Ну, не очень успешный посадку. Ну, пускай первый блин немножко комом. Но мы продолжаем дальше. Не прерывать же полеты из-за сломанного пропеллера. Сегодня у нас день полетов на больших моделях. И вот в рамках этого мероприятия, так скажем, решили презентовать наш Ла-5 ФН. Эта модель у меня была собрана задолго до начала работы канала. Тем не менее, она до сих пор в боевом состоянии. Работает. Даже и звуковая имитация на ней стоит. И вот сегодня покажем, как эта модель летает. Сделаем небольшой анонс. Ну, а в скором времени приступим к сборке уже такого самолета в несколько уменьшенных габаритах. Размахом 90 сантиметров, так же, как и наш коллекционный набор, так скажем. Проверка управления. Это обязательная процедура. Шасси срабатывают. Правда, лучше, конечно, не на земле это было делать. И закрылки тоже сейчас покажу. На этой модели установлены посадочные щитки. Угол выхода, конечно, небольшой, но, думаю, немножечко помочь на посадке они смогут. А может быть, даже и не будем их использовать. Вот ветер сегодня сильный и лучше заводить модель на скорости. Так, да, не забыть проверить вооружение. Работаем. Ну и запускаем двигатель. Неровная все-таки дорожка. Здесь я ставил, там, на гороху, на островную площадку. Не снимаешься? Помогай же. Ничего страшного, вырежем. Наоборот, оставим. Ё-моё, чё-то такое-то. Мотор оторвался, что ли? Да. С днём рождения. Спасибо. Подарки прямо прут, прямо прут, блин. Точно. Второй подарок. Ветер сменился на боковой. Взлетать с колёс не получается. Сразу, как видите, модель опрокинула. Ну, ничего. Попробуем взлететь с рук. И тяга у этого двигателя достаточно хорошая. Поднялся ветер, ребята. Ан-2 уронили. Ан-12, наверное, поднимать не будем сегодня. Ветер. Ну, сейчас Габдулур Габдулварович с Алексеем сделают воздушный бой. По крайней мере, пытаемся. Да, пытаемся. Ветер сильный. Ветер сильный. Сейчас мы перейдём, настроим на них. Так, по команде мы запускаемся. Я второй, потом надо вырвать. А, всё. Ладно. Так, если что, в этой зоне постараются. Вот здесь, да. Вот всё. За спиной. Да-да. Готовы? Алексей, поехал. Стартуем. Да. Что, испугался уже? Испугался, не хочет заводиться. Вторая попытка, ты уже проиграл сразу. Ещё раз попытка проиграть. Отключаю. Это минус балл. Минус балл, да. Да. Наиграл. Я ему даже не спевал, ребята. Я полетел сам. Догоняй, боец. Там в сумке есть аккумулятор? А? У нас в сумке тысячники. А у меня валики для тебе есть. Вот там тысячники. Там тысячники же. Жёлтые. Есть. 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 Сиди. Ну вот, как раз тут 26 сегодня увидим. Так. У господина генерала сел аккумулятор. Сколько летал я уже? Сзади вас. Тут заряжены же? Да. Они все заряжены с собой. Вот сейчас Су-26 и проверим в дороге, как он идёт. О, Алексей идёт. Нормально взлетели, сели. Один-один, да? Один упал. Другой аккумулятор сел, тоже упал. Ничья у вас, товарищи? Лучше жёлтый не будет. Давай, он получше. Да, по качеству. Жёлтый, давайте я жёлтый поставлю. Ну, попытка номер два. У одного аккумулятора сел. Один сел. Поехали. Круто. Садись. Вот так летает Су-26 у нас. Он, конечно, нигде такой погоды. Ну, летает. Сейчас наберут скорость. Ну, а где второй? Так, один здесь. Здесь не позволяет. Ветер. Ага, всё. Нос. Началось. Воздушный бой. Всё. Одного сбили. Ветром качнуло и всё. За мной победа. Да. Два-один. Да. Ну, один. Да. Продолжаем? Или заёк? Если бы один был, можно было продолжить. А чё, винты нельзя ему? Нет. Нет. Нет, у меня крыло барахлит. Два-один. Зафиксировал чё-то? До следующего раза. Да, ладно. Это надо на фонтанах бой устроить. Вот чё. О, давай на фонтанах. Так, аккумулятор возвращаю. Пожалуйста. Или лучше яг 18-й сделайте такой. Его не жалко быстро делать. Сляпал. Вперёд. Яг 12-й. О, яг 12-й лучше. Давай, я сделаю, давай. Когда к вам приехать? Как погода будет, так и ждём. Выходные? Счёт 2-1. Ты скажи в стриме. 2-1. Счёт 2-1. Берём тайм-аут. Да. И будет матч-реванш. Обязательно. Пока Татарстан впереди. Ну, потому что это называется эффект собственного поля. Это вы были в гостях. Да, да, да. Но это я запускать не буду. Сильный ветер. Это ангел называется. Микроангел самолёт. Очень красивый. Очень хорошо летает. Очень хорошо летает. Но летать сегодня не буду. Ветер синий. Честно говорю, жалко. Ты снимаешь что ли? Да. Ребята, я не знал, что снимают. Самолёт хороший. Всё, полёт начали закончили. Татарстан победил. Олег, я думал, ты приедешь с аппаратом. Не, я не готов. А что ты делаешь? Вот такой? На нём меня не будет всегда. Он медленный. Пока ты подумаешь, что он развернётся, я уже три круга сделаю. Медленный соревнований. У меня голова затекла пока. Смотри, как он разворачивается. Да, хорошо летит. Ну, ан-2 полетел здорово. Ан-2 хорошо полетел, да. И бутылочник нормально летает у вас. Короче, Алексей, мы сейчас готовим по фонтане, я так понял, да? Или по этому? По як-12, давай лучше як-12. Какой? Скоростной который? Як-12, куда он делал лучшим. С широким крылом. А, широким крылом который? Ну, мне надо дня 3-4, мне тоже нарежу я его. Ну, вот на созвониться будет, когда будет погода хорошая? Я готова, я приедем. Ну, только чтобы без обиды, чтобы не жалко было разбивать. А, ленточки зачем-то, я же можно... А ленточки зачем-то самолет убить? Чего нам не ег-12, мы ан-2 вон бьем, да че нам он е-то? Ну, я говорю, что ленточки это неинтересно. Если уж грохнуть самолет, грохнуть. Но побеждая тот, кто грохнет, а не тот, кто упал. Ну, понятно, да. Поймать. Так что это очень азартно. Мы скоро все самолет так побьем. А то мне же она говорит, уже девать некуда. У меня сколько, знаешь, сколько, например, 54 штуки уже выкопилось. Ничего себе. И все летают. Я вот это лето 38 самолетов облетал. Все облетал. Все. На чем только можно летать, все облетал. Все. Ну, одни хуже, другие лучше летают. Разные есть. Ну, облетал все. Все летают. Особенно пол-два этот трясогустка, который куча ниток там. Блин. Фуфуфу. Я говорю, ну, когда же ты упадешь? Так и не упал. Я разъяснил. Так и летал. А вот тот самолет, который вроде бы сделал, жалко. Большой Ягг-12 сделал, здоровый, метр 65 именно. Думаю, блин, не буду бить, для коллекции оставлю. Взлетела, она ходила, ходила. Я хоть только хотел оттренировать и нагнулся. Смотри, она у меня. Ну, друзья, у нас сегодня по летушке, так скажем, сорвались. Резко поднялся ветер. Даже большой Н-2 посадить не смогли. Ну, Н-12, так скажем, побоялись подымать. Страшно стало. Ронять не хочется. Что сделаешь? Бывают и такие. Ну, зато встретились с единомышленниками, с Олегом Гавдулбаровичем. Полетали, сделали, попытались сделать воздушный бой. Не совсем получилось. Тоже ветер не дает. Самолеты прямо сдувают. Там 12.5 откладывается. Ну, у нас остался, не знаю, как в Татарстане тут ветер. Ну, тем более поле. Голое поле. Деревьев здесь нет. Не как у нас в Удмуртии здесь. Как у нас, не знаю, как по погоде будет. Сейчас приедем, посмотрим. Если у нас будет время, то поднимем небо в Полярис. Ну, вот, ребята, такой у нас сегодня получился выходной праздничный день. Праздничный для Алексея. Как Алексей остался доволен? Так, конечно. Выехать на полетушке и не разбить ни одну модель, это полетушке на смарку практически. Так что поломки, это не страшно. Они не критичные. Все дочинится. Ну, зато развеялись, выехали, встретились с людьми. Ну, и А2 все-таки у нас полетел. Так что это тоже плюс, так скажем, ситуации. Так что переживать не будем за неудачи. День сегодня замечательный. Ну, все, ребята, вот такой репортаж у нас сегодня получился. Все, что мы сегодня облетали, все это мы сделаем видео. И видеосюжетом выложим во вторник. Пицца отложим. И вот покажем все наши полетушки, которые мы сделали в субботу, 20 октября. Мы с вами прощаемся сегодня. Ждем вас на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Дальше вас ждет еще много интересного. В начале сегодняшнего дня я рассказал, что у нас будет по плану. Уже и не раз мы это объявляли. Самое главное, чтобы хватило нам времени, чтобы реализовать все наши проекты. Ну, все, сейчас с легкой дороги. Возвращаемся домой. До скорой встречи. Пока. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. И ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.